Как это будет оформлено? Важно, что масса мелких банков, для которых кредитные портфели, именно частных лица среднего класса, являются большой частью реального живого капитала, разорятся вместе с этим самым средним классом. А это означает, что пойдет с одной стороны процедура заметного укропнения банков, а с другой стороны еще более заметного перетока капиталов из банков в крупные негосударственные фонды, которые, собственно, уже начали заменять банки, в том числе и в области кредитования. И вот вам первый вопрос о бенефициаре. Второй вопрос о бенефициаре гораздо более интересен. С одной стороны, все внутренне видят, что происходящее находится на надгосударственном уровне. С другой стороны, сегодняшний мир – это все еще мир национальных государств. И с этой точки зрения чрезвычайно интересно посмотреть, какие из этих государств выигрывают, а какие проигрывают от кризиса. Первый момент понятен. Вообще-то, в большей или меньшей степени проигрывают все. Но все проигрывают по-разному. Достаточно давно стало понятно, что американская история, например, подчиняется 80-летнему стратегическому циклу. Новый цикл начался падением башен-близнецов 2001 года, 11 сентября. И в районе 2020 года должно было привести к гражданским беспорядкам в США. Зачем нужны гражданские беспорядки в форме гражданской войны или похожей на них? Для того, чтобы уничтожить потерявшую конкурентноспособность старую экономику и создать новую. Так вот, обратите внимание, что коронавирус позволяет решить эту проблему. Хотя и не без серьезного внутреннего кризиса. И не случайно Трамп уже говорит о том, что он является хозяином страны, а не губернатора. Что, кстати, нарушает многие положения уже американской конституции. Но, опять же, всеми читается очень легко. А с другой, таким образом, без войны, но с внутренними проблемами решить ситуацию удается. И колоссальное разрушение старой американской экономики будет сопровождаться созданием новой. И не случайно Трамп был единственным из государственных деятелей, которые заявили, что у него уже есть ответ на вопрос, что и как будет. Уже есть ответ на вопрос, о том, какой будет новая экономика. И уже есть ответ на вопрос, как она и в каком последовании будет строиться. Не забудем по этому поводу, что Америка уже успела предъявить китайский риск на какую-то совершенно немеренную сумму, типа 13 триллионов долларов. Ну, понятно, что сюда можно было с тем же успехом приписать еще пару нулей. Это бы ничего не изменило. Заодно, по ходу дела, досталось и России. Хотя это в большей степени за компанию. Таким образом, имеем, первое, США, которые смогли свой внутренний кризис превратить в общий мировой, в котором страдать будут все, а бенефицирую с кризиса, пользу от него получат только сами штаты. Это очень интересная, очень красивая, хотя и совершенно безжалостная игра. Но заметим, что для штатов она, в общем, характерна. И мы можем по этому поводу возмущаться, можем восхищаться, но с этим обязаны считаться. Китай. Китай уже потерял приличный кусок ВВП. Да еще и получит теперь американский иск. Иск, разумеется, удовлетворен не будет ни под каким видом. Да Китай не может его удовлетворить. Но это позволит получить законный повод для установления контроля иностранными китайскими ворами. Что, несомненно, и будет проделано. Добавим сюда, что на некоторое время китайцы становятся страной-изгоем. В том плане, что все помнят, что эпидемия началась у них. Соответственно, китайские товары содержат в себе в обязательном порядке вирус. Понятно, что я оставлю смайлик, но разговаривать будут так. Китайских туристов нельзя никуда допускать без медицинских сертификатов. Которых получить тоже будет негде. Короче говоря, у Китая будет немало серьезных проблем. А главное, торговую войну с США, которую начали в конце 2019 года, в новых условиях они продолжать с шансами на успех не могут. А это означает, что они проиграли. В еще большей степени, еще более существенно проиграла Европа. Европейский Союз, если вы помните, то как Англия всю свою историю стремилась не допустить преобладания в Европе одной континентальной державы над всеми остальными, так Соединенные Штаты Америки в течение всей своей истории стремились не допустить создания в Европе коллективной структуры типа ЕС. В ЕС было масса недостатков. Структура была предельно бюрократизирована. Структура во многом занималась имитационной деятельностью. Например, европейская программа по фотонике и ее развитию чистой воды и имитация от первого до последнего слова. Но при этом ЕС включала в себя принципиально новые механизмы деятельности. Принципиально новые механизмы связи между странами, людьми и народами. Открытое пространство в Европе позволяло сформировать систему экономики, систему хозяйствования, вообще говоря, соразмирную, американской или китайской. Что бы ни было, происходило дальше. Но Европа уже закрыла границы. Европа уже закрыла возможность свободного перемещения людей, товаров и грузов. А это означает, что длина технологических цепочек, а подчеркиваю, вся структура ЕС только для того и была сделана, чтобы обеспечить существование длинных технологических цепочек, так вот их длина сокращается. Хуже здесь даже другое. ЕС проиграет экономически на этом кризисе. И это было бы терпимо. На нем все проиграют экономически, включая те же штаты, которые бенефицары в будущем, но не в настоящем. Но ЕС проиграет и политически. Да, единственным допустимым решением за Европейский Союз было сказать, европейское единство было выстрадано в двух мировых войнах, не считая 30-летней войны наполеоновских войн. За это единство заплачено было миллионы жизней. И это единство стоит гораздо дороже, чем те потери, которые вызовет вирус. Европа должна была остаться открытой в любом случае. И не сделав это, она потеряла шансы в цивилизационной гонке. Заметьте, я молчу относительно России. Обидно здесь следующее. У России был шанс сыграть в коронавирусной истерии, в свою особую игру, в специфическую игру. Продемонстрировать, что Россия – это отдельная структура, у которой свои интересы и свои ценности. Россия этого не сделала. В итоге оказалась в положении, ну, в общем, игрока, который пропустил ход. Смотрите, Китай является пострадавшим. По Европе нанесен сильнейший удар. А Россия не удостоилась даже этого. В известной мере она получает хвосты. Хвосты от удара по Китаю. Хвосты от удара по Европе. И в этом плане можно сказать, что Россия платить свой процент по коронавирусной эпидемии, несомненно, будет. Но вот будет ли она получать с этой эпидемией свою долю прибыли, хотя бы в форме перехода к шестому технологическому укладу, хотя бы в форме перехода к экономике производства, экономике потребления. Все это большой вопрос. Поймите, гигантский кризис, о котором мы сейчас говорим, он имеет свои шансы превратиться в позитивное решение. Возможность получить более высокие, более работающие экономические механизмы, более содержательные. Но это лишь шанс. Этот шанс вполне вероятно не будет реализован. Может быть, даже не будет реализован никем. Ну, а, соответственно, если реализованная эта возможность не будет, то мы заплатим по счетам резким падением ВВП. Это падение ВВП примерно будет соответствовать 91-му году, то есть кризису Советского Союза, и, вероятно, заметно превзойдет 1929 год Великую Депрессию. Соответственно, все отсюда вытекающие последствия более или менее понятны. Что я должен сказать еще? У меня, наверное, минуты четыре есть. Я, пожалуй, близок к завершению. Стандартный сценарный расчет здесь получается следующим. Первый вариант – инерционный сценарий. Рано или поздно будет отменен режим изоляции, начнется медленное выздоровление, с июля начнут летать самолеты. В общем, в итоге мы получим что-то похожее на то, что уже было, только после очень сильного кризиса. В схеме труба пониже, дым пожиже, но похоже на то, что было. Это инерционный сценарий, вероятность его реализации – процентов 5. Переход к прорывному сценарию. Быстрое построение шестого технологического уклада, невзирая ни на что, невзирая ни на какие жертвы. Ну, примерно как у нас строили капитализм в 90-е годы. Помните, да? Если сколько-то миллионов погибнет, ну что ж, они не вписались в рынок. Если сколько-то миллионов погибнет от голода, ну что ж, они не вписались в шестой уклад. Такой вариант ужастен, но он, по крайней мере, позволяет увидеть свет в конце туннеля. Вероятность повыше инерционного сценария, поскольку, собственно говоря, весь и кризис-то устроен, чтобы такие шансы появились – 10%. Но далее у нас есть, как всегда, прорывной сценарий, легко может свалиться в реалистический. А реалистический сценарий здесь, «Катастрофа с феодализацией». Вы можете выбрать здесь любой термин. Информационный фашизм, информационный феодализм, цифровой феодализм. При этом появляется интересная тонкость, которой не было в первоначальных расчетах. То, что я бы условно назвал диктатура медиков. Вы поймите, коронавирус – первая эпидемия этого типа, и точно не последняя. И поскольку определенная социальная группа уже почувствовала возможность управлять земным шаром, вполне вероятно, что никто не захочет отдавать такую возможность. И нам придется провести какое-то время в мире, в котором медицинские требования будут иметь императивный характер. Они будут важнее, чем требования Конституции или чем требования закона. Очень интересный сценарий, который, кстати, является наиболее вероятным. У него процентов 80 реализации. Оставшиеся проценты, а их, по-моему, 5, это неожиданный ренессанс левого сценария. То есть, попытки восстановить ситуацию на середину 80-х годов, когда имел место быть довольно сильный левый проект, его китайской, советской, даже частично кубинских версиях. Но современный левый сценарий это не социализм. Современный левый сценарий это программистский либерализм. Это та структура, которая была изображена, например, в книге Розова Меганезия, и которую пытался некоторое время инсталлировать, правда, совершенно безуспешно, украинский Майдан 13-14 года. Но на этот сценарий оставшиеся 5% больше здесь не получили. Потому что все, что я рассказывал, это позитивные сценарии. Потому что есть, к сожалению, и негативные. Дело в том, что люди, которые проектировали коронавирусную катастрофу, не биологи, не врачи, не психологи и не генетики, они совершенно не учитывают того варианта, что длительное пребывание в изоляции, а у нас речь идет о 2-2,5 миллиардах людей в изоляции, приведет сначала к эпидемии неврозов, а затем к эпидемии психозов. Фильмы про зомби-апокалипсис все видели. Ну и представьте себе, скажем, из находящихся на карантине 1% от невроза перейдет к психозу. Что у нас получается? Да, 20 миллионов сумасшедших по всему миру. Интересные цифры. Таких не было никогда за всю человеческую историю. При этом я замечу, что это управляемая ситуация. Но надо заметить, что колоссальное информационное давление может привести к гораздо худшим последствиям. Да, нас может ожидать переход к шестому технологическому окладу, но нас может ожидать также многолетняя депрессия или даже то, что мы когда-то в одной из проведенных в 2014 году игр назвали эпидемией идиотизма, эпидемией сумасшествия. Такие риски существуют. Другой вопрос, что человечество насчитывает 7 миллиардов людей, многие из которых вполне разумно. Поэтому я склонен надеяться, что худший из вариантов не осуществится. Но вот осуществится ли лучший, об этом сейчас сказать сложно. Субтитры создавал DimaTorzok